Ну, начнем мы с поэтического блока. Многие... Кто-то успел поупражняться в концептуалистских виршах с помощью концептуалистской машины. А сейчас я передаю слово... Я не знаю, можно ли называть Сергея живым представителем именно этого течения. Мне кажется, он лучше сам скажет, в каких он отношениях с концептуализмом и что для него Пригов и Рубинштейн. Добрый вечер. С концептуалистами я в очень хороших отношениях. Да, даже с теми, кого уже нет, все равно в очень хороших отношениях. Сам себя, конечно, концептуалистом не считаю. Считаю себя эго-реалистом. Но из тех направлений, из тех событий, из тех взломов и надломов, которые происходили в русской поэзии, не только в русской поэзии, но сейчас мы говорим о русской поэзии. Там можно равняться, знать бесконечность. Я считаю концептуализм, наверное, самым значимым, самым сильным, самым важным, самым веселым, самым оптимистичным. И самым страшным, вот таким и мощным явлением, без которого не могла бы обойтись русская поэзия и продолжать свою жизнь. И лично для меня концептуализм – это вот одна из таких родин моих, литературных. Хотя, да, формировался я под сильнейшим воздействием, да, но это формирование, да, такое анекдотическое, которое происходило в 4-5 лет в возрасте. Тогда я был близко, говорю, сейчас нахожу бумажки и чувствую, как концептуалисты вскрыли вообще-то психологию творчества, психологию мышления. Да, вот все будущие постмодернистские жизни – это есть тексты, мир есть тексты. Когда находишь эти свои бумажки с какими-то странными словами, татари одна воюют, да, а то соседа покусал, а я не покусал, а то был пёс. И вот в этих названиях уже, да, вот скрыта, да, сильнейшая вот эта энергетика концептуализма. Хотя, конечно, да, самый главный такой знак концептуализма – это вот значок, на котором написано «значок». Русский концептуализм не мог быть никаким другим, как романтическим. Мог бы быть не московским, но неромантическим быть не мог. И хотя об этом написал Борис Гройс, которого просто терпеть, аллергически терпеть, концептуалистски, конкретически не мог. Как Всеволод Некрасов, тем не менее, открыл это, артикулировал это явление в значительной степени как явление Борис Гройс. Протосоздателем стал концептуализм, наверное, Всеволод Николаевич Некрасов. Хотя будущие его конфликты и с Борисом Гройсом, и с концептуалистами, которые с ним не конфликтовали, они имеют какую-то органическую под собой основу. Потому что Всеволод Николаевич Некрасов, Лев Толстой, русского авангарда и глубочайший лирик, стремящийся к прямоговорению, конечно, был не вполне концептуалистом. Хотя концептуальную сущность он вскрывал. А еще, да, концептуалисты, которые в русской поэзии, да, если мировой концептуализм это искусство после идеологии и деконструирующие это, попросите, после массовой культуры, то в России это было искусство после идеологии. И очень важны, конечно, в нашем концептуализме вот эти деконструкционные социалистические вещи, как бы спасение, да, разрушение, уничтожение монстра. И после аберилутов концептуалисты пришли, и очень много, очень много сходных вещей, переигранных, обыгранных, иногда деконструированных, сниженных, снятых, но тем не менее есть. Причем, когда аберилуты становились концептуалистами. Вот Даниил Хармс, он стал концептуалистом в детской поэзии, он ее страшно ненавидел, да, но ему надо было жить. Да, и вот его детские стихи это фактически концептуальные стихи, не случайно, что и все вот Николаевич Некрасов отчасти, это как бы широко не обсуждается, может отдельная тема, сам считал себя и писал детские стихи, и редактировал детские стихи. И именно поэтому я вот здесь вот от Пригова до Владимира Друга. Владимир Друг канонически как бы очень редко поминается как концептуалист, но сам Сеулт Некрасов считал его концептуалистом. Концептуализм рядом с минимализмом, да, и вот произведение Льва Семеновича Рубинштейна, выдающегося великого русского поэта, и здесь в Самаре на одной из наших карнавальных веселых анекдотических акций он был назван Пушкиным после Пушкина, это вот то, что и есть подлинный минимализм, да, и музыкальный, и визуальный, и художественный, и акционный, и, конечно, поэтический. И тем не менее, да, вот проходит время, и читая Приговы, особенно Рубинштейна, понимая, что и в этом смысле, в этом только смысле я могу себя считать концептуализмом, потому что открытие новых возможностей живых языка, да, происходит, но Лев Семенович Рубинштейн – это огромный страшный концлагерь и коммунальный мир, да, в котором Рубинштейн все равно находит возможности для счастья. Уже нет возможности для жизни, но возможности для счастья и ностальгии он находит, и звучит абсолютно совершенно по-чеховски. Поэтому я хочу начать с Льва Семеновича Рубинштейна, выдающегося русского концептуалиста, который, казалось бы, мог бы писать вот эти почти аутентичные, да, подаренные Львом Семеновичем Рубинштейном в 92-м году. Они так должны выглядеть. Хочу начать чтение с него, и, наверное, в тексте вы почувствуете и романтическую, и московскую, и ностальгическую, и лирическую, и совершенно концептуальную, беспощадную поэзию. Льва Рубинштейна. Именно поэзию, хотя, как бы, собственность стихов он не писал. И так, Лев Семенович Рубинштейн. Я думаю, что концептуалисты, да, вот здесь такая атмосфера концептуальная. Я помню, как Лев Семенович Рубинштейн, и, опять-таки, подсчетки для меня, это и биографические люди, и Пригов, и Рубинштейн, и все, вот, Некрасов. Рубинштейн много раз здесь бывал, и, наверное, это лучшие дни, недели жизни, не только моей, но и те, кто так или иначе был, на этих фестивалях и связан был с цирком Олимп, это вот это странное, да, автор-то умер, высказывание невозможно, а вот мудрый, живой человек, да, который замечательно, замечательно плохо поел, как говорил Рыжий, да, вот, советские песни, да, человек совершенно, как бы, не советский, да, но обмокнутый в это советское, да, вот, как вот, макнули тебе-то, вынули, и получился Лев Семенович Рубинштейн. Итак, «Мама мыла раму», да, ну, вы, вот, смотрите, я думаю, что у нас, концептуализм – это всегда общение, диалог, сама, да, это, ну, что такое концептуализм, да, это высказывание, которое есть, которое может быть, должно быть, но оно не высказывается, это некое высказывание, которое мы слышим, да, мы не знаем, мы его сказали или нет, это высказывание помимо нас, да, И так оно сталкивается с другими высказываниями, как будто бы, простите, черный юмор, такой живой приходит, нетрезвый человек на кладбище, или ходит в портретную галерею и разговаривает с этими людьми. И вот настолько концептуализм точно вскрывает движение русской речи и русской жизни, наш русский, московский концептуализм, что жизни, как будто бы, ее нет. Мы услышим голоса людей, которым, может быть, не стоило жить, потому что, Рубинштейн уже написал, мы уже знаем эти реакции. Мы знаем, как мы любим, ненавидим, лжем, прячемся, мы знаем, что сделает с нами этот режим, который мы все равно сами, тем не менее, поддерживаем, как начинаем поддерживать этот, и опять возвращается вот этот постконцептуализм. Да, мы спасаемся, потому что мы считаем, что это не наши слова, но если нас стукнуть, толкнуть, мы вдруг начинаем чудовищные вещи произносить, да, вспоминая Ленина, Брежнева, Сталина, и в этом контексте так же звучит, это Пригов показывает, да, как речи Сталина звучат стихи Александра Сергеевича Пушкина или Николая Некрасова. Мама, мыла раму. Так, а диалоги, ну, это будет следующее. Мама, мыла раму. Вот микрофон, если бы он был бы, его нельзя вот так вставить, потому что... Можно, да, Андрей? Или нет, нельзя. Антон, я вас попрошу. У нас тогда акция, концептуализм, да, поэтому какие-то фигуры, в этом случае вы концепт, вы не Антон Корнеев, а некий концепт. Вот вы должны вот так вот микрофон держать. А потом я вам подержу, да, концептуализм предельно демократичен. Лев Рубинштейн, 1987 год, мама, мыла, раму. Это и акция, это и перформанс, это и стихи, это, да, в этом концептуализме, это русское искусство, вот это вот, это, видите, археологическая такая вещь, да, вот ты находишь эти осколки, ошметки, дощечки, а для того, чтобы, если остался один Рубинштейн, там здесь должна быть вся русская поэзия, все русское искусство, русская литература, русская жизнь, русские мемуары, здесь все. Концептуалисты писали так, да, это некая история, да, русского сознания, русской жизни, русской культуры, да, которой больше, чем жизни. Мама мыла раму, мама мыла раму. Папа купил телевизор. Дул ветер. Зою ужалила оса. Саша Смирнов сломал ногу. Боря Никитин разбил голову камнем. Пошел дождь. Брат дразнил брата. Молоко убежало. Первым словом было слово «колено». Юрий Степанов смастерил шалаш. Юлия Михайловна была строгая. Вова Авдеев дрался. Таня Чирикова – дура. Жених Галев именной – однорукий. Сергею Александровичу провели телефон. Инвалид сгорел в машине. Мы ходили в лес. У бабушки был рак. Бабушка умерла во сне. Я часто видел бабушку во сне. Я очень боялся умереть во сне. Игорь Дудкин был похож на грузина. Сергей Александрович шутил с папой. У Сорокина были сливы, но был и Джек. Ребята играли в волейбол на полянке. Глеб Вышинский приносил мышь. Володя Волошенко врал. Елена Илларионовна знала Сашу Черного. То и дело падало напряжением. В кино шел интересный кинофильм. Брат заводил проигрыватель. Папа громко кричал. Буян гремел цепью. Саша Смирнов завидовал, какие у меня марки. Он умел шевелить ушами. Потом и я научился. Полина Мироновна сказала, что ее Борька тупица. Мужа Клавдии Ефимовны звали Михаил Борисович. Раиса Савельевна работала в сороковом гастрономии экономистом. Юрка Винников был ее сыном. Ксения Алексеевна была совсем простая, но очень хорошая женщина. Дом, где жили Павлик и Рита Ароновы, был соседним. Таня Чирикова, кстати говоря, тоже жила в этом доме. Имени мужа Райки Гусева я, к сожалению, не запомнил. Дул ветер. Брат рассказывал, что делают мама и папа в соседней комнате. Также росли щавель, редиска и лук-порей. У Славы Новожилова был шрам от проволочной клюшки. Пошел дождь. Я боялся куклы Тани Берецкой. Отец Юлия Степанова был беззубый, был беззубый. Мать толстая, а сестра придурочная. Сестру звали Юля. У меня не было сестры, а был брат. Брат сказал, что сегодня умер Сталин. Брат меня ударил, потому что я смеялся и кривлялся. Папа бросил курить. Мы мечтали, чтобы скорее была война. Мы любили китайцев. Мне не разрешали переходить через дорогу. Однажды я чуть не угорел. Галя Фомина училась в педагогическом институте. Когда я ее спросил, почему идет дождь, она стала объяснять и начала так. В нашей стране много морей и рек. Дальше я не понял и не запомнил. Саша Смирнов имел привычку пердеть в помещении. Слышно не было, но очень воняло. Он не признавался, что это он. Я учился кататься на велосипеде. Я стеснялся сказать, как меня зовут. Однажды я увидел такую огромную гусеницу, что не могу забыть ее до сих пор. Меня укачивало и рвало. Однажды, войдя без стука в комнату Гали Фоминой, я увидел впервые. Однажды, одержимый ужасными предчувствиями, стремительно вбежал. Пришли, но с большим опозданием. Всю ночь бушевал ветер, так же была и гроза. Была ужасная погода, все изменялось и текло. Из-за угла повеял ветер, принес прохладу и тоску. Ударил гром, возникла скука, смятение пенилось в груди. Во тьме свистело и сверкало, град в крышу страшно колотил. В верхушке еле трепетали, повисли тучи над крыльцом. В начале было, как в начале, но все закончилось концом. Все было надо мной, как прежде, но подо мной шаталась твердь. Кружили, падали и плыли, и уходили кто куда. В тот день все было, как обычно. Я встал, оделся. Лев Рубинштейн, мама мыла раму. Давайте похлопаем Рубинштейн. Антон, ну мы уж попались. Давайте это активное творчество. Библиотечные карточки, они разлетаются, распадаются. Поэтому, я не знаю, как вы будете читать. Я вам подержу микрофон. Маленькая ночная сиренада. Лев Рубинштейн. Читайте. Вот надо очень хитрое, очень тонкое карточку берете и кладете. Читайте спокойно. Это не вы, да? Вы читаете. Давайте. Соловей мой, соловей, появился средь ветвей. Словно призрак средь ветвей возникает соловей. Соловей мой, соловей, где ты? Средь каких ветвей? Средь развесистых ветвей. Завел песню соловей. Вот явился соловей, ходит он среди ветвей. Посмотри, среди ветвей, вестник счастья, соловей. Расскажи нам, соловей, что ты видишь сквозь ветвей. Чу, вот рядом из ветвей сердцу вторит соловей. Спасибо, Антон. Мэль, можно? Да. Нет такого слова. Давайте. Леонид Рубинштейн пошел в народ. Микрофон. Шалунишка соловей все поет в тени ветвей. Из таинственных ветвей нам внимает соловей. Ангел ночи, соловей, ищет, свищет из ветвей. В лунной хижине ветвей поселился соловей. Узник муза, соловей среди таинственных ветвей. Это он среди ветвей, муз любимец, соловей. Человек и соловей. Мы одни среди ветвей. Аплодисменты. Как написано? Да, это написано. Можно не хлопать. Как это? Я питаю? Интересно, предчувствия оправдаются или нет? Какие такие предчувствия? Да, есть некоторые предчувствия. Спасибо. Ир, почитай Рубинштейна. Наш человек, да, он сейчас не может здесь почитать. Медленно читал. Медленно читал. Медленно читал. А насчет чего? Неважно, если оправдаются, узнаешь. Ну что ж. Пауза. Человек не соловей, даже если среди ветвей. Человек не барабан, даже если сквозь туман. Человек не стая туч, даже если он могуч. Человек не груды скал, даже если он устал. Человек не бог ведь что, даже если он в пальто. Человек не просто так, даже если он мудак. Человек необходим, даже если он один. Человек он не один, если он необходим. Человек меня поймет, если он не идиот. Человек не идиот, даже если не поймет. Человек не человек, если он не человек. Человек не против бы отказаться от борьбы. Аплодисменты. Татьяна Самойлова, попробуй Херрегенштейна. Хватит там легко. Интерактивный элемент. Человек идет туда, где покой и тишина. Человек идет туда, где ему и надо быть. Человек идет туда, где его уже дождались. Человек идет туда, где его уже не ждут. Человек идет туда, уже откуда не уйдешь. Человек идет туда, высвоясь и навсегда. Человек идет туда, человек идет туда. Аплодисменты. Развешенный воздух. Спасибо. Лен, давайте. Давайте, давайте. Здесь не может быть отказов. Давай. Поднимайся. Ну что, что-то не умеешь Ну есть Как ваши будут